Всем привет, наши дорогие зрители и подписчики канала. Вы, как всегда, на канале Семья на Чемоданах. С вами я, Славян. Мы сегодня в полном составе вместе с вами отправимся на рынок. Здесь, который находится в даче. Посмотрим на цены. Конечно, много всего купим. И покажем, что вообще купили. И покажем вам цены. Перед началом просмотра видеоролика обязательно нажмите на лайк. Пишите комментарий в процессе просмотра. И погнали. Я хочу напомнить, что мы сняли здесь в даче квартиру. Обязательно посмотрите видеоролик. Без каких-либо взносов, без всяких там страховых, без агентских, без оплаты на несколько месяцев вперед. Просто так зависть за один месяц. Вот так договорились. У нас есть небольшой дворик. И это очень круто. Сегодня прекрасная погода. Вон, видите, даже просто в футболках. Ветра нету. Вообще красота. С рынком нам тоже повезло. Он буквально здесь в двух шагах, я не знаю, метров может быть там 50. Но сейчас дойдем, посмотрим. Вчера уже пока ехали домой, видели, как там все выставлялось. Люди готовились. Надеюсь, он большой. Надеюсь, что там еще что-то осталось. У нас все-таки уже обед. Мы идем в обед. Обычно в Турции ходят на рынки все с такими тележками. Сейчас, возможно, я вам покажу. Сейчас людей там встречу, кто с такими ходит. А мы ходим с пакетами, сумками и вот, пожалуйста, с рюкзаками. Если там будет тележка, надо, конечно, тоже будет приобрести. Потому что с ней удобнее. Здесь такая горная местность. На тележке надо. Может, машину пригоню, не знаю, посмотрим. Вот, видите, какой здесь перепад. Ну да, здесь как бы тротуаров-то особо нет, но ничего страшного. Пройдем где-то вот тут, вот прямо за вот этими домами уже и будет рынок. Сейчас посмотрим. Ну вот, первый человек, который нам встречается на пути. И вот, пожалуйста, у них специальная тележка, на которой, конечно, очень удобно будет все возить. Но у нас вместо тележки есть коляска. Но вообще Мирончик должен спать. Ну, у нас есть сумка в коляске, два рюкзака. И еще с собой мы взяли такую сумку, в которой мы обычно вещи таскаем. Сейчас все разложено по шкафам. И вот здесь, видите, сразу много машин, потому что люди приезжают, затариваются со всего городка. Просто, видите, идем с горки. Здесь машин становится еще больше, больше, больше и больше. Им даже трудно, на самом деле, разъезжаться. Ну, собственно, вот он рынок. Ну, метров, наверное, сто, где-то так. А за дороги отходить, парни? Вот люди идут туда просто с пакетиками. Вот он уже крытый, вот эти палатки. Это и есть рыночек. Ого, кто-то с такими тарами идет. А это, может быть, сами продавцы. Ну, учитывая, что мы живем рядышком, поэтому нам, конечно, нет смысла вообще. Ага. На этих рынках, помимо там всяких овощей, продуктов, можно еще купить всякую одежду. Такие, типа, знаете, меряешь одежду на картоночках. Так, ну что, welcome. Так, все, начинаем. Буду вам сразу показывать, пожалуйста. По ценам помидоры 10, лимоны 10, перцы по 20. Вот здесь зелипушка по 25 листьев салата. Лук маленький по 12. Я думаю, что мы сначала пройдемся, потом будем покупать. Гранаты по 15, лимоны по 10, брокколи по 20. Так, здесь что, апельсины по 10? Нам, кстати, надо купить апельсины, потому что у нас здесь только выжималка. Вот какие-то, элиса непонятно чего, авокадо, твердые, да? Так, двигаемся дальше. Мандаринки по 10, арахис по 15. Вот, пожалуйста, ой, 7,5 лир мандарины. Помидоры здесь такие не очень, но лучше покупать черри. Вот яблоки по 20. Да, слушайте, посмотрите. Настя, ну вот, наверное, эти нормальные авокадо. 15 лир бананы, это местные. О, авокадо уже такие почерневшие. Короче, они уже по 10. Вот авокадо по 15, бананы вот получше уже по 18. Будет ругаться, зачем нам очень? Да, слушайте, здесь, конечно, масштабная история. И вот все нормальные люди с тележками ходят. А все, как мы, просто с сумкой, вот, пожалуйста, с тележечкой. Вот так и надо. Так, это что у нас? Айва по 25, курма по 25. Есть еще яйца, вот, например, по 28 лир. Десяточек. Красный лук по 20. Ух, тыквы, тыквенный суп надо приготовить. Надо купить тыкву. А вот эти вот. Лучше покупать вот такие помидорки. Морковочка, виноград. По 20 лир морковка, по 69. Надо купить картошку. В Мигросе картошка всегда отстойная, гнилая. Внутри какая-то, ржавая. А здесь картошка очень клевая. Вот помидоры по 20, кстати, немножко получше, но ничего. Так, по 25. Сикла, вот, кстати, можно борщ приготовить. Тыкву обязательно сегодня возьмем. Черрики, ой, черри, господи, шампиньоны по 50. Так, углубляемся, углубляемся. По 15 огурцы. Виноград по 20. Надо, кстати, тоже взять, скорее всего, без косточек. Вот хурма по 20. Ой, она какая спелая, она прям все, она мягкая-мягкая. О, какие здоровые кочунные капусты. Слушай, как здесь здорово. Вот, пожалуйста, неочищенные грецкие орехи. По 65 турецких лир. Будьте здоровы. Так, двигаемся дальше. Че ты, давай мне ручку. Здесь ры есть. Это что, непонятно? Так, вот миндалька. По 60 турецких лир. Тыкву кусочками нарезали. Молодцы. Это как называется, я не помню. Есть даже кафешечка. И туалеты, кстати. Это уже очень здорово. Какой-то просто продаются баклажаны по 15 лир. Картошка по 10. В том году было по 5. Теперь по 10. Ну, лир в два раза упала. Грецкие орехи и финики. Видите, какая красота. Надо найти обязательно финики в пачках. Давно не брали. Грецкие орехи. И грецкие орехи. Это прям наша любимая сладость. Берешь финик, туда грецкие орехи. Красота. Цена капусты по 25. Помидорки вот получу уже по 15. Ну, собственно, вот такие цены на рынках. Да, виноградом море. Надо что-то купить. А вот, кстати, одежда. Пойдем в одежду еще сходим? Пойдем потом. Вот, собственно, видите, продукты плавно переходят в текстиль, в одежду. Здесь можно купить постельное белье. Здесь можно купить всякие носки. Вот, 40 лир, 20 лир. Здесь классно, что нет никаких евро, ни в коем случае, никаких долларов. Просто все для местных. Это круто. Вот одеяло можно взять такие мохнатые. Если на зиму. Но мы, например, вот всякая техника продается. Там топоры, молотки, крышки, местные чайнички. Пижамы. Да. Вот такая красота. Кофточки, кофточка. Ну, здесь такое, я не знаю. Стиля нет. Вот просто для возраста, наверное, можно так сказать. Ну, типа вот такие, видите, пижамка. Пижамка, да. Вот 150 лир спортивные штаны, например. Это на нашу инфекцию, где-то, да. Да. Вот и прямо, слушайте, резко так перешел, да, рынок в вещевой. Здесь можно, кстати, купить как раз сумку, нам посмотреть. Да, вот я сейчас надела тележку, мы зрели. Ага, и вон справа опять начинаются продукты. О, текстиль всякий, ковры. Вот тележку посмотрим. Вот такую возьмем. Вот, пожалуйста, всякие сумки. Как они, господи, портфели. Здесь тоже можно нам приобрести. Деревянные ложечки, деревянные вешалочки, ручная работа. Очечки, дощечки, да. На самом деле нам много чего нужно тоже подкупить. Кошельки. Амерабан. Вот, сумки. Тёмка, тебе сумку, да, поглядывай, если есть. Да, купи. Так, кофточки. Hello. Paraban. Так, вот здесь никогда не скажут тебе, что кто-то против камеры. Всегда, наоборот, поприветствуются, поздоровуются. Они понимают, что это дополнительный объем продаж. О, вот нормально, кофты пошли. Майки, пожалуйста. Топленькие, вообще флис. Да, типа флис. Видите, просто он масштабный, большой достаточно рынок. Вот, здесь же можно сделать под размеры, укоротить. Например, я что-то взял, что-то большенькое. Полотенце. Вот, полотенце ты можешь купить. Полотенце, пожалуйста, 100 турецких лир. Большое. Ну, они тем не очень какие-то. Ну, а вот детская вообще одежда на маленьких. Во, Мирошки на Новый год. Мирошка, я тебе нашел костюм, сынок. Будешь? Подарки нам принесешь. Brawl Stars, Coff на третье. Майнкрафты. Смотрите, вот это классно вообще. Я Майнкрафт. Да. Мы здесь остановились сразу вот в первой палатке. О, есть. Да, две. Две, да, возьмем? Ага. Есть. А сколько? Надо спросить, кто построит. Так, возьмем еще грецкий орех и возьмем курагу. Здесь на рынках всегда дают пробовать. Дали каждому попробовать. Это здорово. Сладкое, сладкое. Мальчишки тоже грызут. Взяли еще авокадо. Шесть штук. Они здесь по 15-го, они классные. И бананы. Шли, нашли вот такие вот классные огурцы. Причили взять килограммчик попробовать. В этой палатке берем все для борща. Морковка, свекла, капусточка. Смотрите, как распиливают тыкву. Пилой, прикиньте. Естественно, берем домашние яйца и сыры. Так, тут дегустация сыров. Дай я попробую. Ну ладно, кушай, кушай. Я отойду. Спасибо. Ну все. Это. Ну какой давай возьмем? Такой? Затарились мы, конечно, вообще как следует. Даже интересно, сколько денег мы за все дали, на самом деле. Даже досматривать до конца. Подведем итоги. И удивило меня, что здесь нигде нет клубники. Нашел одну палатку, но у нее стоит всего лишь двалаточка клубники. Не знаю, куда она делась, но ее нет. Целая коляска. Сверху забита. Вот так вот снизу отдел тоже забит. Рюкзак за моей спиной тоже битком. Я, конечно, в шоке. И все это теперь тащить в гору. Это реально непросто. Поэтому я говорю, что лучше телегу, которую ты будешь тащить за собой. Мы дошли на Сен-Тон с Мирончиками. Тоже непросто. Теперь все это дело нужно еще и вниз спустить. Мы не успели все разложить и отснять, как проснулся Мирошка. Вот. И будем это делать в кипише. Это наш уличный стол, поэтому предлагаю прямо сейчас на него все выложить и подвести итог. Я думаю, что вы сейчас просто охренеете от объема, который мы купили. И плюс от того, сколько это вышло. В общем, смотрите. А теперь я предлагаю вам буквально минутку подумать, насколько же это все вышло. И написать в комментариях свой вариант. Видите, у нас даже нарисовался вот такой вот прикольный обед. Как просто на быстрорубу все так по-турецки, как говорится, вкуснота с рынка. Но вы не переключайтесь, рассматривайте до конца. Там мы подведем все итоги. А сейчас мы отправляемся в Мигрос, чтобы докупить кое-какие штуки, чтобы нам хватило на неделю. Еще нужно битхими подкупить. Поехали! Три минуты, и мы здесь. Здесь огромный магаз Мигрос, вот МММ он называется, либо МММ Мигрос. Огромная тоже парковка и забота о людях. Вот, пожалуйста, навесики. Но я под навес не влажу, бокс мешает. Берем тележку, берем тележку, сразу уголь и пойдем. Неплохо так, банка нутеллы, 750 грамм. 77,5, прикиньте. Взяли большой айран, сметану. Здесь сметана называется йогурт. Взяли масло сливочное и еще мясо, курицу. Вот это мы затарились. На самом деле будет интересно сейчас вам, насколько вышло на рынке и сколько вышло здесь. Поэтому поехали скорее домой и все посмотрим. Вот мы и дома. Осталось только сейчас все выгрузить, все эти тяжеленные пакеты и начать обзор. Вообще мы вам не будем рассказывать, что стоит по цене из каждого конкретного пункта. Сейчас просто все раскладываем на стол и озвучим общую стоимость. Если вы готовы, то погнали. Ну и давайте финалить. Вчера буквально сняли деньги по курсу 3-4. И вот это вот, вот это вот все, ребята, вышло на 950 лир. Представляете? Вот сразу консультация вам в рублях. Еще в том году, когда мы жили в Турции, мы ходили на рынок и просто офеевали с этих цен. Насколько здесь можно затариваться и вкусно питаться. И вот мы снова здесь уже живем и постоянно вам показываем и рассказываем, как и что, сколько стоит. Вот так вот. Итак, мы купили два брикета мороженого. Чаечек такой. Рис к чаю, масло 82%, два молока. Это большой ран. Это тосты к мороженке, это вафельки к мороженке. Большая пачка чипсов, кофе. Значит, это типа сметана у них, она называется йогурт. Значит, творожный. Макароны, спагетти, два хлеба. Уголь здесь 2,5 килограмма. Таблетки пачку, не знаю, сколько здесь штук. 50 таблеток. В стекле минералочку одну, в стекле минералочку вторую. 6 банок пива. Значит, куриная грудка здесь 900 грамм. Здесь 950 грамм голень и еще 100 грамм красной рыбы. Все это вышло на 908 лир. По курсу 3,4 вот тут вот конвертацию сразу напишу. Вот такой сегодня денек получился. От таких покупок сходили на рынок, сходили в Мигрос, затарились как следует. Надеюсь, нам хватит это все на неделю. Как вам? Пишите в комментариях. Если не поставили в самом начале лайк, то обязательно прямо сейчас это сделайте. Подписывайтесь на канал, если не подписаны. И продолжайте путешествовать вместе с нами по Турции. Ну, а мы с вами прощаемся. Увидимся в новом видеоролике. Пока.